я рада вас всех приветствовать на нашем канале с вами магазин рукоделия candy yarn и я яна сегодня у нас необычный выпуск я хочу вам показать топ-10 самых практичных и работающих лайфхаков вязания имя я пользуюсь уже много лет интересно тогда поехали думаю каждый из нас был проект из трех сложение нити когда сложение 2 то все понятно один конец берется снаружи мотка другой изнутри но что делать если из одного мотка нужно сделать 3 нити все просто складываем нить три раза и вяжем до тех пор пока она не закончится затем в петлю протягиваем еще такую же петлю с рабочей нити таким образом перекрещивание нити в полотне не видно а у вас всегда будет три сложения из одного мотка без размота и обрезания нити если вам как и мне сложно быстро отыскать нужные спицы в одной общей коробке рекомендую воспользоваться следующей хитростью берем самый обычный фотоальбом вкладываем спицы в каждый кармашек и не забываем подписать номер спиц и длину тросика так все ваши инструменты будут в полном порядке и нужный номер легко отыщется помните мы уже показывали идеальный наборный край от клубка это удобный способ набрать петли и не тратить на лишние концы свою пряжу который как назло может не хватить для последних петель но я вам покажу другой метод берем две нити одну снаружи мотка другую изнутри складываем их вместе и делаем петлю из короткого края петельку подтягиваем на спицах и продолжаем набор петель обычным способом набираем петли на одну меньше чем положено выбираем одну рабочую нить которой будет удобно вязать вторую обрезаем я обрезаю наружную нить провязываем петли первого ряда до нашей петли из двух нитей одну часть провязываем вторую распускаем дальше вяжем как обычно в этом способе есть один недостаток концы нити придется заправлять чуть дольше чтобы выделить определенный участок вязания вам не нужны специальные маркеры просто оглянитесь они вокруг вас кроме привычных булавок ниток и скрепок вы можете использовать даже пластиковую соломинку довязываем до нужного места нарезаем обычную трубочку для коктейля на небольшие колечки надеваем их на спицу и продолжаем работу таким образом вы определяете необходимое количество петель для вязания даже если под рукой не оказалось ваших любимых маркеров ох уж эти мотки которые постоянно запутываются иногда кажется что они живут своей жизнью избавиться от проблемы с запутывающимися концами очень легко после того как вы закончили вязать возьмите крючок и кончик нити заправьте в клубок в виде петли теперь ваши нитки будут аккуратно храниться и конец нити будет на виду если под рукой нет сантиметровой ленты и нечем измерить ширину связанного изделия можно воспользоваться своим пальцем возьмите обычную линейку заранее измерьте длину первой фаланги указательного пальца зная этот параметр в будущем вы с легкостью сможете определить и размеры вашего образца или изделия не тратя время на поиски швейного сантиметра на первый взгляд нет ничего сложного в вязании прямыми спицами если только ни одно но крайние петельки очень любят сползать с инструмента чтобы этого не происходило используем винные пробки и вставим в них края спиц с одной стороны а если это насочные то есть другой так ваше полотно будет всегда на спицах и вы в любой момент можете его довязать на задней крупных изделий не обойтись без круговых спиц с тросиком пластиковые тросики в упаковке принимают форму круга и никак не хотят расправляться проблема решается легко берем термостойкую емкость кладем туда спицы заливаем все кипятком на несколько секунд выравниваем в воде наш инструмент и папам тросик ровный а наши спицы готовы к дальнейшему использованию иногда я как и все могу сбиться и забыть на каком ряду раппорта я остановилась в этом случае мне поможет канцелярия берем нашу схему вкладываем ее в прозрачный файл и клеим стикер для заметок подрядом который мы должны провязать либо размещаем липкую часть стикера над ним таким образом вам не придется постоянно держать голове уйму цифр и пересчитывать ряды своего вязания попробуйте это очень облегчит вашу работу вяжешь вяжешь а клубок постоянно куда-то убегает каждый раз приходится его ловить и поправлять нить есть выход берем глубокую посуду на край надеваем канцелярский держатель кладем клубок в посуду и продеваем нить в металлическое ушко вуаля теперь моток никуда не убежит и нитка легко скользит в одном направлении на этом у меня все надеюсь наше видео было полезным для вас в комментариях напишите какой из лайфхаков для вас был новым нам будет это интересно все спасибо за просмотр не забудьте подписаться на наш канал поставить лайк и нажать колокольчик и всем пока сладких вам петелек